Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Время от пожаров пострадали 7 человек. А вот 28, в том числе и один ребенок, работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее подробности происшествий минувшей недели. Началась неделя в городе без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. А вот в среду вечером на территории частного домовладения по первому переволку Зубачева загорелась хозпостройка, которая использовалась хозяином под баню. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей. Виновное лицо – хозяин домовладения. В четверг поздно ночи в столице вспыхнул деревянно-кирпичный дом на две семьи. ЧП произошло на севере города в районе поселка Цна на улице Йотковская. Огонь повредил крышу, деревянные стены и даже мебель внутри. Во время инцидента никто не пострадал. Квартиросъемщик – 55-летний мужчина, а какие проживающие в соседней квартире пенсионерка, покинули дом еще до приезда пожарных. Что же стало причиной пожара, случайность или халатность предстоит установить экспертом. Называются две возможные причины возгорания – короткое замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем жильцом двухквартирника. Минск чрезвычайный. Рано утром в четверг 73-летняя хозяйка сообщила в дежурную службу МЧС о пожаре на собственном балконе в доме по улице Богдановича. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали последствия брошенного с выше расположенного этажа окурка. К счастью, огонь в квартиру не проник и никто не пострадал. Помните, что небрежно брошенная сигарета серьезно угрожает безопасности окружающих людей. В пятницу днем на 101 поступило сообщение о ЧП в подъезде дома по улице Лебегова. Девочка 2008 года рождения засунула палец в отверстие почтового ящика, а вытащить его обратно не смогла. Пришлось обращаться к спасателям. В результате при помощи ножовки по металлу и плоскогубцев указательный палец правой руки ребенка был извлечен. Девочка не пострадала. Спасатели просят родителей быть внимательными, не оставлять детей без присмотра. Сразу два автовладельца легковых автомобилей Рено Лагуна лишились своих машин в конце минувшей недели. Оба загорания произошли на улице Тимирязева и по одной и той же причине – короткое замыкание электропроводки. Напомню, достаточно 5-6 минут, чтобы автомобиль сгорел дотла. Для того, чтобы снизить риск возникновения подобных происшествий, необходимо своевременно проверять электропроводку машин и делать это только на лицензированных СТО. Минск чрезвычайный. В ночь с воскресенья на понедельник на пожарах в столице погибли сразу два человека. В первом случае, возможно, непотушенная сигарета стала причиной трагедии на улице Тнянская. Около 3-х часов ночи жильцы позвонили в дежурную службу МЧС и пожаловались на запах гари в подъезде. Оперативно прибывшие спасатели установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире. Работниками МЧС на горящем диване был обнаружен 67-летний мужчина, который находился без сознания. После реанимационных мероприятий пенсионера спасти не удалось. Известно, что мужчина проживал один и был инвалидом первой группы по опорно-двигательному аппарату. Во втором случае к трагедии привели шекспировские страсти. Мужчина в порыве ревности поджег квартиру в одной из пятиэтажек на улице Кальварийской. Работники МЧС помогли его 53-летней супруге и ее 46-летнему знакомому выбраться из трехкомнатной квартиры через окно по лестнице палки. Спасенные не пострадали. С выше расположенных квартир были эвакуированы еще 7 человек. У двери горящей квартиры без сознания был найден 50-летний виновник произошедшего. С ожогами и отравлением продуктами горения он был госпитализирован. К сожалению, врачи не смогли спасти мужчину. Утром он умер в больнице. Такой была оперативная обстановка в городе на прошлой неделе. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова